11 декабря, особый день. 23 года назад российские войска были введены в Чеченскую Республику, объятую пожаром экстремизма и терроризма. Само существование нашей Великой России зависело от умиротворения радикальных сил в этом регионе. Боевые действия были очень тяжелыми и продолжительными. По оценке правозащитного центра «Мемориал», в двух чеченских компаниях погибло порядка 75 тысяч гражданских лиц и 15 тысяч военнослужащих. В этот день мы вспоминаем наших земляков, которые не вернулись домой. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Слова поэта очень точно характеризуют значение мероприятий, посвященных памяти воинов, сложивших головы в Чеченской Республике. Ветераны боевых действий, военнослужащие, школьники, представители местных властей и общественности совершили шествие от здания районной администрации к парку «40 лет победы». Здесь у Вечного огня состоялся митинг. Глава Славянского района выразил искреннюю благодарность за мужество и героизм тех, кто не вернулся с войны их родным и близким. Хочу обратиться к участникам чеченских событий, присутствующих на сегодняшнем митинге. Благодарю вас за то, что сегодня вы занимаетесь патриотическим воспитанием молодежи, поддерживайте друг друга общением и конкретными делами. Годы идут, время стирает из памяти многое, но навсегда останутся в ней имена боевых друзей, их лица, которые хранят армейские альбомы. Вечная память тем, кто не вернулся с войны. Ветеран боевых действий Виктор Коробецкий подчеркнул, что мы никогда не забудем павших героев. Он назвал имена всех 16 славянцев, погибших смертью храбрых. Их память была почтена минутой молчания. Венки и живые цветы ложатся к подножию памятников. И для меня война началась 29 декабря, когда мы непосредственно начали оказывать взаимодействие, помощь своим огнем нашим подразделениям, которые занимались, так сказать, восстановлением конституционного порядка непосредственно в самой столице Чечни, в городе Грозный. 11 декабря этот день для тысяч выполнивших свой конституционный долг Чеченской Республики наполнен особым смыслом. Но они встречаются и в другие дни вспоминают дела давно минувших дней. Государство сильно тогда, когда народы, живущие в нашем государстве, едины, понимают общую политику, вершат общую политику. И поэтому события те, они просто как пример для нашего единства. Так что я думаю, обязательно нужно это помнить. Память воинов, героев хранят и учащиеся школы. В нашей школе проводятся уроки мужества. Мы очень сильно уделяем этому внимание. Моя школа номер 16 названа в честь одного из героев Сергея Геннадьевича Таранца. Вот недавно у нас проходила линейка, посвященная его подвигу. Они боролись за мирное небо нашими головами. И мы должны чтить их память и не забывать о них. Чем больше времени проходит с памятных событий, тем в большей цене мирная жизнь, которая стала явью в Чеченской Республике, мир и процветание принесли наши солдаты и офицеры. И за это им все благодарны. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».